На нашей улице еще один дом, который огорожен. Это значит, что здесь тоже есть вирусное заболевание. Корона, значит, люди здесь больны. Это, кстати, первый раз, когда вот так вот стали огораживать. Раньше мы не видели такого. Раньше такого никогда не было вообще. Татрасы — это какие-то вообще ужесточенные меры. Людей вообще не выпускают, кстати, из дома. И я даже не знаю, как они, допустим, при таких условиях, как они с улицы, что они покупают, как они покупают. Я даже не знаю. Не у всех же есть родственники там ближайшие, которые живут рядом. Вообще интересно. Потому что наши родственники, о которых я вам рассказывала, у которых дом был перекрыт, у них, по крайней мере, шофер есть. Шофер целый день стоит возле дома и ждет указаний. Он привозит всякие продукты, всякие вещи, все, что им нужно. Овощи. А здесь, я не знаю, если есть кто-то. Пару дней мы тоже приносили. Мой муж помогал, носил. Ну вот сами видите, на этот раз какие меры ужесточенные принимаются. Даже страшно. И причем не только даже огорожено, а вот эти вот штампы еще, видите, красным вот, красным, как печать. То есть красным тоже прописано. Вот так вот. Я думаю, это сделано для того, чтобы просто они выходили на улицу. Потому что вот этот омикрон, его здесь очень боятся теперь. И чтобы не выходить, не выходили они на улицу, чтобы не выпускали. То есть соседи же все-таки знают, что здесь больные люди. И если они выйдут, получается, просто кто-то может позвонить, доложить, так сказать, чтобы не выпускать их на улицу. Я думаю, это сделано для этого, и, собственно говоря, чтобы просто ужесточить меры, чтобы люди не выходили из дома, чтобы слушались. Потому что, сами понимаете, далеко не каждый слушается. Все равно люди выходят, все равно люди куда-то ездят. А так кто-то и соседей увидит, и могут просто позвонить в соответствующие инстанции. Там же и телефонный номер, там все написано. То есть сразу позвонят и просто скажут, что здесь люди выходят куда-то, не сидят, так сказать, дома. Приветики всем. Прошлое мое видео вызвало очень большой интерес у людей. Мне написали очень много людей в комментарии. Если честно, я даже не ожидала, что людям настолько интересна тема о коронавирусе. И были такие мне написаны очень разные комментарии. То есть и очень даже негативные, и как бы просто такие обычные. Да, мы этого ждали. То есть люди, которые живут в Индии, в основном мои знакомые, то есть мы ждали. А те, которые живут в Украине и в России, написали мне достаточно как бы негативные комментарии. Даже вот сейчас специально прочту одно из них, потому что не помню. К сожалению, я даже выписала себе. Вот первый раз встречаю видео, где жженация как норма, особенно детям, жесть. Мамочки, вы в своем уме, а согласие есть. Ну, начнем с того, о каком согласии может быть речь. Если я отвезла своего ребенка сама, так сказать, собственноручно отдала на вакцинацию, чье же нужно еще согласие, как не мое. Конечно, я поставила подпись на анкете, на этой, которую мы заполняли. И получается, мы, родители, конечно же, даем согласие нашим детям, они несовершеннолетние. Ну, должна я вам сказать, я хочу немножко такое предисловие сказать. Я должна сказать, что вакцину мы ждали два года для детей. В первую очередь была проведена вакцинация докторам. Это в самую первую очередь в Индии. Это первые люди, кому была проведена вакцинация. Потом были уже остальные полицейские, еще уже банковские работники. И еще, еще очень такие все вот в сфере обслуживания люди были провакцинированы в первую очередь, которые именно работали с людьми, то есть для которых это было очень необходимо. А детскую вакцину мы, получается, дождались только два года спустя. И говорить о том, что не нужно вакцинироваться или нужно делать эту вакцину. Я не хочу абсолютно со своей стороны никого не агитировать и не делать каких-то ни позитивных, ни негативных, как бы никакого мнения своего давать. Я просто хочу поделиться с вами своим опытом личным. То есть это я знаю не со слов других людей, я знаю именно, это мой собственный опыт. Собственный опыт мой, моей семьи и остальных семей, которые... Вот у нас очень большая семья, достаточно большая, то есть переболели практически все. То есть я имею достаточно большой опыт в этой сфере, получается, потому что я видела достаточно людей именно близких мне, родственников. То есть я уже могу рассказать именно со своих слов, дать вам информацию определенную. Слышала еще такие слова именно о коронавирусе. Люди говорят, многие верят в это. В это, соответственно, это и есть коронавирус. То есть многие люди говорят, многие верят в это, как будто это какая-то сказка или быль. Я со своей стороны могу сказать вам, я прочувствовала на себе в полной мере, я переболела, причем переболела до вакцинации. В первую очередь заболел мой муж, он работает конкретно с коронавирусными. В то время ему уже была сделана вакцина, причем еще не прошло даже и месяца. То есть буквально прошла неделя, 10 дней, и он заболел. После этого, получается, заболела я вслед за ним. Должна вам сказать со своей стороны, рассказать разницу. У Раджеша была только 2 дня температура, причем не такая уж и высокая. После этого он посидел несколько дней дома, как бы отдохнул и пошел уже на работу дальше работать. Потому что в то время больницы были просто забитые, докторов не хватало. Доктора падали просто с ног, поэтому он, получается, 14 дней не дождался. И пошел в больницу работать. Со своей стороны я расскажу о себе, что случилось со мной. Когда у меня появились симптомы, температура и так далее, то есть ясно было, что корона, мы, конечно же, сдали тест. Тест был позитивный. Мы живем одни, отдельно. Я, Яна и Раджеш. Яну я сразу отправила в соседний дом. Я заболела, то есть я узнала, что у меня корона. Мы лечились дома, меня лечили, то есть я как бы не казалась такой серьезной. Лечились, лечились. Причем я должна сказать вам, что температура у меня не спускалась, вообще не опускалась. То есть температура была у меня 40 и даже выше было. 41, 42 и практически она вообще не опускалась. То есть я не могла опустить ее никакими медикаментами. И спустя уже неделю я Раджешу сказала о том, что Раджеш, что-то мне кажется здесь не так, потому что я слишком плохо себя чувствовала. Причем, я думаю, я вообще была одна дома, как бы больше никого не было. Муж приходил только ночью. В таком состоянии как бы вообще может случиться как бы абсолютно все, что угодно. И когда мы второй раз уже поехали в больницу на обследование, то есть мы опять просветили легкие, сделали рентген. И легкие у меня уже были достаточно плохие. То есть у меня уже было 16 вот этих пятен. А состояние как бы было тоже изначально. То есть меня положили сразу в больницу. Сразу же мы там легли в больницу. То есть мы уже даже не ушли назад домой. В больнице вообще не было места. Мест не было вообще. Меня положил Раджеш в докторскую. То есть там комната была, где отдыхают доктора. И там он меня положил как бы временно. Что со мной случилось? Так как я официально в больницу не поступила, на меня просто никто не обращал внимания. То есть люди знали, что я там лежу в комнате. Но медикаменты мне не начали давать никакие таблетки, никакие капельницы, никакие уколы. И спустя 2 часа мне стало очень плохо. Потому что и так у меня температура как бы не спускалась. И спустя 2 часа она, по всей видимости, подскочила резко. Мне стало очень резко плохо. То есть пока сбежались уже все доктора, Раджеш, пока на меня не обращали внимания. То есть они обратили внимание на меня уже, когда мне стало очень плохо. Я должна вам сказать, что мне стало плохо так, что я уже просто в каких-то спазмах билась, я не знаю, конвульсиях, что со мной было. Я не знаю в тот момент, что со мной было. Но я своему мужу сказала, Раджеш, я ухожу. Все, я ухожу. Это был вот такой момент, когда я подумала о том, что обычно люди говорят, что в этот момент чувствуешь ты, когда ты уходишь. Ничего не чувствуешь, поверьте мне. Вообще ничего не чувствуешь. Чувствуешь только то, что ты уходишь. И я говорила мужу о том, что, Раджеш, я ухожу. Все, меня больше нет. Меня держали несколько человек. То есть я просто прыгала, подпрыгивала на кровати, в каких-то билась конвульсиях. Мне по вене быстро вкололи температура снижающая. Ну, я не знаю, какие-то еще медикаменты. В течение, наверное, получаса все-таки я восстановилась, как-то пришла в порядок, успокоилась. Но я должна вам сказать, что мой муж после этого сказал, что я вообще, у меня там пятки, в пятки, вернее, сердце ушло. И он, наверное, сказал мне, я, наверное, никогда такого еще не чувствовала, никогда не видел своего родного, близкого, любимого человека в таком состоянии. То есть у него там вообще все упало. То есть меня держали 4-5 человек, он просто в стороне стоял и смотрел. То есть он не мог даже смотреть. Его как парализовало абсолютно совершенно. Он не знал, что ему делать. Ну, после этого я осталась на 5-дневном курсе лечения в госпитале. То есть это стандартный курс лечения такой проводится. Мне намного стало легче. После этого мы пришли уже домой из больницы. Дальше я продолжала уже принимать лекарства дома. Ну, что я вам должна сказать? Вот разницу. То есть для чего я вам вообще все это рассказываю? Посмотрите, мой муж почувствовал себя плохо 2-3 дня. После этого он пошел на работу. Я должна вам сказать, что он по утрам бегал по 5-6 километров во время того, как у него была корона. Можете себе представить? После вакцинации. И я пришла уже с больницы. У меня корона не уходила 2 месяца. То есть 2 месяца у меня корона держалась в моем организме. Я не видела своего ребенка 2 месяца. Я не могла ее позвать сюда обратно в свой дом. Потому что у меня все равно я была корона позитив. Я должна вам сказать, что я чувствовала себя настолько слабой, настолько беспомощной. Я не могла на второй этаж подняться, чтобы сделать там какие-то дела. У меня не было сил. У меня раздувалось. Я задыхалась, вернее. У меня легкие вообще не раздувались. Они не дышали нормально. Мне не хватало воздуха. Я вам должна сказать, что это не просто какое-то двухмесячное состояние. Я чувствовала так себя целый год. То есть я только сейчас начала чувствовать себя нормально. Чувствовать себя в порядке. После короны. А до этого целый год у меня такое было ощущение, что мне набавили кто-то 20 лет. Просто 20 лет мне сразу так раз и упало за 2 месяца. То есть я чувствовала себя как полная старуха. Такое у меня было ощущение. Это я вам говорю просто на своих ощущениях, на своем опыте. Я и муж. Это вот наша семья. То есть далеко даже ходить как бы не нужно. Теперь хочу рассказать о детях. Что происходило у нас в течение двух лет, когда началась пандемия. Дети не учились в школе. Они не ходили в школу. Они учились дома в режиме онлайн. Но что я вам должна сказать по этому поводу? У нас нет привычки учиться в режиме онлайн. То есть Яна моя мне говорила постоянно, что мы обманываем, мы ничего не учимся, мы подглядываем, мы смотрим книжки. То есть все, что они там сдавали экзамены, все, что они там учились, это была полнейшая ерунда. То есть знаний у нее было ноль. И когда уже таким образом прошло больше года, и мы поняли, что мы никуда совершенно не двигаемся, все стоит на месте, учеба наша стоит на месте. То есть мы наоборот, получается, деградируем. Я наняла ей уже репетитора. Репетитор ходил с ней, занимался. То есть ребенок уже, я видела, что она абсолютно, она абсолютно деградирует, она ничего не знает, она ничего не понимает. То есть сейчас, вот когда после этого уже потихоньку началась школа, намного стало лучше. Поэтому я, как родитель, могу вам со своей стороны сказать, что как я могу отказаться от вакцинации, если мы так промучились эти два года, мы никуда не ходили, мы никуда не выходили, мы перестали собираться вообще, куда-то ходить. Настолько люди стали бояться друг друга вообще, мы перестали просто даже встречаться. Мы стали собираться вот только несколько месяцев назад, что-то как-то отмечать, какие-то вечеринки вместе делать. То есть нас перекрыли так, у нас были сплошные локдауны. Могу сказать вам о своей семье. То есть в прошлом видео, которое я оставила фотографию в конце видео, это дом именно нашей семьи, это именно младшего брата нашего папы семья. То есть семья достаточно большая, их полностью перекрыли, их полностью закрыли. Они уже сидят таким образом несколько дней, они никуда не выходят. Вот я уже сегодня звонила в очередной раз, то есть три человека еще было там не заболевших, но они тоже заболели. То есть все сидели в своих комнатах, все были под наблюдением. И тем не менее последние три человека, которые были еще не заболевшими, они все равно заболели. У них опять тоже началась температура, у них тоже в горле немножко першит. То есть у них взяли сегодня уже получается вот этот мазок, но там уже ясное дело, что там есть вирус, это 100%. То есть я вижу этот вирус, он настолько быстро и сильно распространяется, не спасают даже никакие закрытые комнаты. То есть это только уходить из дома. Вот как я делала это с Яной, то есть я полностью отослала ее в другой дом, только таким образом я смогла спасти своего ребенка. А мы получается с мужем заболели. Но это я вам рассказываю свой собственный опыт, полностью то, что я знаю. То есть это не рассказанные какие-то истории, сказки, которые там мне люди пришли и рассказали. Это то, что я сама вижу и слышу. Переболели абсолютно все знакомые, все родственники. Многие даже ушли из жизни, наши очень близкие родственники. И ушли причем за такое короткое время, что просто даже трудно себе представить, что за такое время человек просто сгорает. Ну а как я могу вообще удивляться, если со мной самой как бы произошла такая же ситуация. То есть я сама чуть как бы не ушла. То есть это все очень реально. Это не какие-то сказки, это то, что там говорят, что никакой короны нет, что это просто там вот это вот, об этом говорят. Об этом о чем? Это есть заболевание, оно есть. Поэтому об этом и говорят. То есть это не какие-то там сказки, это не какая-то там фантастика, никакие не истории. То есть это то, что оно есть, это то, что мы на себе прочувствовали как бы. Теперь хочу сказать еще по одному заданному вопросу Делать или не делать, можно ли отказаться? Конечно, делать или не делать, это ваши личные проблемы Делайте, не делайте, это ваши проблемы Как хотите, что хотите, то и делайте А то, что можно отказаться, да, можно Но я должна вам сказать, что требует абсолютно везде Хоть вы садитесь в самолет, с вас требует вот этот тест сразу же Мы ездили в ГОА на 4-5 дней, мы уехали Яна сдала тест, и мы приехали Яна опять, получается, сдала тест в аэропорту То есть вам надо бесконечно будет сдавать вот этот тест Вам надо будет, даже если вы будете в школе То есть если бы моя дочь, если бы она не провакцинировалась Если бы она ходила в школу, получается Ей бы нужно было по-любому каждые 10 дней сдавать вот этот тест То есть сами подумайте, другие люди, которые вакцинированы И другие родители, как они должны думать и как они должны понимать Конечно, я как мать уже вакцинированного ребенка, я, конечно же, тоже спрошу у руководства школы, а почему же дети вакцинированные и не вакцинированные, например, сидят в одном классе. Я бы со своей стороны, допустим, не хотела бы, чтобы не вакцинированные дети сидели наравне, получается, с вакцинированными. Пусть тогда или какие-то отдельные классы формируются или что-то. То есть это ваше право делать вакцину или не делать, но с вас ее абсолютно спрашивают везде. То есть везде, хоть в общественный транспорт вы заходите, хоть в поезд, хоть в самолет, хлопают абсолютно везде. То есть вам постоянно нужен будет вот этот делать тест, получается, на вирус и предоставлять этот тест, всем показывать, больны вы или не больны. Поэтому как бы заставлять никого, никто не заставляет абсолютно. Мы делали это все добровольно и делаем даже как бы с радостью. То есть мы немножко там поболели, конечно, нам было плохо немножко после укола. Со своей стороны я могу вам добавить, сказать, что теперь детей мы, по крайней мере, отпустим со спокойной душой в школу. То есть я со своей стороны уже могу сказать о том, что я, по крайней мере, знаю, что если мы заболеем, то мы переболеем в легкой форме. И это 100% вакцина как бы работает, потому что уже наглядные есть примеры. Даже вот сейчас наши родственники, которые в соседнем доме, то есть там вообще конкретно пожилые люди. Я сегодня буквально с ними разговаривала. Они сказали о том, что легкая температурка, даже как бы и не температурка, а так, какая-то легкая такая повышенная температура, немножко першение в горле, ну и как бы все. То есть они как бы особых таких симптомов даже никто и не чувствует. То есть такого нету, что там кому-то очень плохо, кто-то там очень серьезный прям сильно. То есть такого ничего нет. Там в Индии все это строго. Я не знаю, как там в России, я не знаю, как там в Украине. Я даже специально позвонила сегодня с мамой, поговорила об этом. Я сказала, мама, у вас такое там есть, что вот если коронавирусные, на домах что-то вот такое пишут, как здесь, вот какую-то информацию удают, что здесь коронавирусные живут. Я сказала, нет, такого ничего нету. Здесь с этим строго. Вы уже видели видео, и я вам уже сказала, что здесь прямо этот раз прямо перекрывается полностью дорога. То есть все люди знают, что это коронавирусные. И причем здесь вот как бы не пошутишь и под свою дудку не попляшешь. Здесь Мори, он очень серьезно всех как бы, серьезно так подчиняет. То есть по-своему здесь ты не сделаешь, это сто процентов. То есть нам приносили все под двери дома. Даже развозили даже крупы, муку, масло, сахар. Это все возилось на таких вот машинах или тачках. Даже под домом можно было все это купить с той целью для того, чтобы не создавать толпу нигде. Магазины были практически все закрыты, перезакрыты. То есть можно было написать какой-то список продуктов. Выдавалось это все из-за двери закрытой. То есть ты даешь список, тебе дают продукты. Это все пакуется прямо в магазине, в коробку, и тебе выдается вместе с твоим списком. То есть вот так вот все было строго. Здесь в то же время я звонила своей маме и спрашивала, как там. Там я знаю, мама постоянно ходила и на рынок, ходила и по магазинам. То есть покупала все. Здесь это все очень строго. Здесь вам так просто даже в период локдауна вам на улицу никуда не дадут выходить. Нам приносили все под двери. У меня началась уже депрессия очень сильная. Я люблю ездить везде, делать все самой. Я постоянно выхожу из дома. Я делаю там общественные разные дела. То есть я дома никогда в жизни не сижу. И после этого, когда нас на несколько месяцев практически посадили дома, у меня, честно, у меня просто крышу отрывать начало. Поэтому мне было, например, очень плохо. Поэтому со своей стороны я хочу, чтобы это все закончилось поскорее. Я не знаю, каким способом, если для этого с помощью вакцины это все прекратится, и мы можем прекратить эту болезнь, то я согласна абсолютно на все. Я согласна делать ее себе постоянно, вовремя эту вакцину, для того, чтобы мы были все здоровы и для того, чтобы прекратилась просто эта болезнь, этот кошмар. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам был интересен мой рассказ. Я постаралась поделиться с вами информацией, которой я владею, которую я сама знаю. То есть это информация из первых уст. Надеюсь, вам было интересно. Если вы в первый раз меня смотрите, подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Даже не факт, что это будет какое-то позитивное мнение. То есть все равно мне интересно, что люди об этом думают, что и как. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.